Провести выездную диспансеризацию на рабочем месте планируют более 480 предприятий Новосибирской области. Профилактический осмотр позволяет на ранних стадиях выявлять заболевания и своевременно начать лечение. Медицинские организации готовы бесплатно реализовать программы по укреплению здоровья. Татьяна Киева расскажет подробности. Пришли на работу пораньше. Сотрудники предприятия ждут своей очереди в коридорах. Первым делом нужно попасть к терапевту. Врач проверяет пульс, артериальное и внутриглазное давление. Дает направление на базовые анализы. В компанию по изготовлению металлоконструкции СИПДОРСЕРВИС приехали медики из 16-й поликлиники. Сегодня пройти первичное обследование должны 100 человек. Под нужды врачей освободили 5 кабинетов. Все, что нужно было здесь. Мы вчера, позавчера с докторами пообщались. Все, что не попросили, мы выполнили. Сделали. Сейчас идет прием. Проходит организованно, хорошо. И врачи здесь все есть. Пациенты сдают кровь, анализы отправят на биохимию, проверят гормоны, уровень сахара и холестерина. В других кабинетах можно пройти ЭКГ, проверить щитовидную железу, попасть на прием к дерматологу. Главные задачи диспансеризации – выявить сахарный диабет, туберкулез, заболевания сосудов и сердца. Обнаружить рак на ранней стадии. Коррекция образа жизни и своевременное назначение терапии позволяет избежать фатальных осложнений инфаркта, инсульта, развития уже запущенных форм онкологии. И тем самым сотрудники меньше будут брать больничные листы. Работоспособность повышается, качество работы улучшается. В передвижном мобильном комплексе все желающие могут бесплатно пройти флюорографическое обследование и маммографию. Если на первом этапе диспансеризации у пациента выявят какие-либо патологии, то его отправят на дополнительные обследования к узким специалистам. Делаем вдох, но не дышает. Дышим. Провести выездную диспансеризацию можно по месту работы или учебы. Более 480 предприятий уже заявили о желании провести медосмотр на своей территории. Для работодателей и сотрудников эта услуга бесплатна. Татьяна Кияева, Константин Менин. Новости ОТС.